Мораль, этика, забота о других, основные качества в их профессии. Они оказывают помощь тем, кому действительно необходима наша поддержка. День социального работника отметили в Щелковском районном культурном комплексе. Сотрудников Щелковского управления социальной защиты населения тепло поздравили с профессиональным праздником. На свете очень много профессий. Но есть такая профессия – снимать боль. Когда вы работаете со своими пациентами, работаете со своими клиентами, работаете со сложными категориями граждан, конечно, вы отдаёте себя без остатка. И когда встречаешься с ними на разных мероприятиях, а на разных встречах, понимаешь, что они вам доверяют. Цель и задача вашей работы – это конкретный человек. Это его проблемы, это его боль, беды. Вы всё это пропускаете через своё сердце. Эта работа требует больших духовных заправ. Вы не просто выполняете свой долг, вы выполняете его с душой, вы вкладываете в свою работу всё своё сердце. Более трёх веков назад было положено начало созданию государственной системы социальной защиты населения. За это время общество проделало большой путь. Во главу угла встали принципы гуманизма, одним из воплощений которых является деятельность социальных работников. В Щёлковском районе действуют шесть учреждений, представляющих региональное министерство социального развития. В них работают порядка трёхсот неравнодушных людей. Их в день праздника отметили почётными грамотами главы района и муниципального совета депутатов. Почётный знак Московской областной думы вручили Елене Буканиной в социальной защите. Она работает вот уже более 25 лет. Я работаю заведующей отделом срочного социального обслуживания. Наш отдел помогает людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мы помогаем обеспечению одеждой, продуктовыми наборами. Одинокий человек, когда нет семьи и некому помочь, нет никого рядом. Вы знаете, испытываешь радость, когда кому-то действительно помогаешь, потому что действительно очень много людей в нашем районе, которым нужна помощь. Поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, забота о жителях с ограниченными возможностями здоровья, помощь многодетным семьям и многие другие направления охватывает труд социальных работников. Начальник Щёлковского управления соцзащиты Жанна Пеняева отметила, что сейчас Министерством социального развития перед организацией поставлена ещё одна важная задача – идти в ногу со временем и поддержать в этом деле старшее поколение. Теперь у нас с вами задача – научить их новым технологиям. И это наша первоочередная задача, потому что в очень быстро развивающемся мире очень сложно нашим ветеранам, не у всех есть дети, не у всех есть внуки. Поэтому я вам желаю сил, здоровья, благополучия и всего только самого хорошего. В Щёлковском районном культурном комплексе для гостей провели яркий концерт. Также между руководством комплекса и Щёлковским управлением соцзащиты было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно даст возможность подопечным социальных работников чаще посещать различные культурные мероприятия. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково». Александра Гранич, Сергей Максимов, телеракомпания «Щёлково». Обзаим, чёрных машин, Again Гранич.